МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты уже должны вернуться в сессионный зал для того, чтобы продолжить свое первое заседание. Спикер парламента седьмого созыва Александр Турчино открыл сегодняшнее заседание и сделал технический перерыв до 12 часов дня для того, чтобы новоизбранные парламентарии смогли сдать свои подписанные присяги и получить картки для голосования. Ну а что касается самой присяги, то впервые в стенах парламента депутаты принимали ее все вместе, хором и со своих мест в присутствии президента Украины, трех предыдущих глав государства, премьера, иностранных послов и других гостей. Собственно, как это было? Давайте посмотрим. На верность Украине, университет и независимость Украины, дбати про кого народу, присягаю додерживаться. Присягу народного депутата подписала и незаконно заключенная в России Надежда Савченко. Она это сделала в присутствии своего адвоката. И вот документ сегодня на табло презентовали в сессионном зале, подписанной собственноручной Надежда Савченко. Таким образом, она уже официально является народным депутатом Украины. Ну а тем временем, все парламентарии, которые находятся здесь сегодня в парламенте, уже возвращаются в сессионный зал, чтобы продолжить свою работу. Сегодня, я напомню, они должны сформировать временную президию из шести человек, по одному представителю от каждой фракции, ну и, конечно, сформировать сами фракции. Уже известно, что самой большой фракцией в этом созыве станет фракция блока Петра Порошенко, которая уже насчитывает 150 человек. Ее возглавит Юрий Луценко. Народный фронт возглавит Александр Турчинов. Фракцию самопомичи Олег Березюк. Оппозиционный блок, который уже насчитывает 40 человек, возглавит Юрий Бойко. Ну и радикальную партию, соответственно, Олег Ляшко и Батькивщину, соответственно, Юлия Тимошенко. Ну и после формирования фракции депутаты должны и определиться, конечно, с руководством парламента. Уже звучала кандидатура на спикера парламента в лице Владимира Гройсмана. Но фракции держат интригу, будут ли поддерживать эту кандидатуру. Ну и, конечно, самое главное, что сегодня должны сделать пять фракций. Это блок Петра Порошенко, Народный фронт, Самопомич, Радикальная партия Батькивщина. Это подписать коалиционные соглашения и сформировать коалицию. И от ее имени, конечно же, подать кандидатуру на рассмотрение президента, кандидатуру на пост премьера Арсения Яценюка. Ну и позже глава государства должен предоставить на рассмотрение Верховной Раде эту кандидатуру для ее утверждения. Депутаты сами говорят, что сегодня, скорее всего, будет сформировано правительство. Однако, не все в этом уверены. В частности, в блоке Петра Порошенко подозревают, что, скорее всего, правительство удастся сформировать уже во вторник. Точно так же и разделить комитет удастся только после консультации. Это случится на следующей неделе. Ну и в эти минуты уже началось заседание парламента, где должны решиться самые важные вопросы. Ну и посмотрим, каким же будет день сегодня в Верховной Раде. Спасибо, Аня. Напомню, наш корреспондент Анна Каменева рассказала о первом заседании Верховной Рады Украины 8-го созыва. За минувшие сутки погибли двое и ранены 8 мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр АТО. В штабе подчеркивают, что боевики продолжают преступные действия против местного населения. Из артиллерии они обстреляли город Попасное. Среди жителей есть пострадавшие. Повреждены общежития и 15 жилых домов. Также российские наемники продолжают атаковать позиции украинских военных. В частности, за сутки зафиксировано 50 нарушений террористами условий прекращения огня. Наибольшую активность они проявили на Первомайском, Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях. Таким образом, в Луганской области под обстрелом казалось Золотое, Горское, Чернухино, Фрунзе, Станично-Луганское, Крымское, Счастье, Верхняя, Ольховая, Трехизбенка, Макарова. В то же время, в Донецкой области населенные пункты Авдеевка, Веселая, Новокалинова, Новомихайловка, Пески, Опытная, Красногоровка, Полтавская, Шумы, Малоорловка, Орлова-Ивановка, Никишина, Каменка и Дебальцево. Все атаки боевиков отбиты, противник несет большие потери. По данным пресс-центра АТО, в городе Докучаевск больницы переполнены ранеными боевиками, среди которых есть и российские военнослужащие. Около 600 наемников прибыли из России для пополнения рядов террористов в Ясиноват. И об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его словам, это боевики, вооруженные легким стрелковым оружием. Эксперт считает, что на данный момент идет процесс формирования подразделений живой силы российско-террористических войск. Также он отмечает, что бандформирования стянули в Луганской области два дивизиона ствольной артиллерии. По предварительным данным, один из них будет переброшен в Волчевск, другой в станицу Луганскую. В Артемовске Донецкой области на территории воинской части произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета. В результате происшествия пострадали четверо военнослужащих. Отмечается, что причиной несчастного случая стало неосторожное использование специального транспортного средства в запретной зоне. И, как сообщают очевидцы, взрыв был слышен на территории всего города. Жители, прилегающих к воинской части домов, почувствовали мощную взрывную волну. Все найденные обломки малазийского Боинга будут вывезены из Харькова в Нидерланды к концу следующей недели. Из них планируют воссоздать авиалайнер, чтобы определить причину его крушения. Об этом сообщил один из командиров боевого подразделения оперативной группы рейса MH17. Сейчас на одной из железнодорожных станций Харькова уже находится 12 вагонов со сколками самолета. В общей сложности экспертам удалось собрать 650 кубометров обломков. По оценкам специалистов понадобится 16 грузовиков для их транспортировки в Нидерланды. Напомню, Боинг-777 был сбит пророссийскими боевиками над территорией Украины. Все пассажиры погибли. Российские военные продолжают пересекать украинскую границу. Об этом сообщили представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели, которые базируются на пунктах пропуска Гукова и Донецка, заявляют, что границу продолжает пересекать значительное количество лиц в военной форме. В частности, за период с 20 по 26 ноября видели 590 военных. В отчете говорится, что эти люди передвигались самостоятельно или в группах от 3 до 10 человек. Наблюдательная миссия отметила, что в указанный период групп было больше, чем обычно. Америка осуждает обстрел наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепаша Дженнифер Псаки. Члены мониторинговой миссии ранее сообщали о том, что их обстреливали из гранатомета и противовоздушного оружия под городом Дзержинск. Никто не пострадал. По словам представителя Госдепаша, любые атаки или угрозы наблюдателям миссии недопустимы. Штаты призывают все стороны воздерживаться от действий, которые могут угрожать миссии ОБСЕ. Канада предоставит Украине нелетальную военную помощь на 11 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны Роб Николсон. Помощь приводит в Украину 28 ноября. Ее используют на снаряжение для военных и на их обучение. В частности, 5 миллионов на защитное обмундирование. 3 миллиона на оборудование для обезвреживания взрывчатых веществ. А также по миллиону на коммуникационное оборудование, на приборы ночного и теплового видения и на медицинское обучение. Напомню, Канада ранее уже предоставляла Украине помощь в размере 55 миллионов долларов. 10 тонн гуманитарной помощи доставили в Дебальц в Адонинской области украинские военные. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Ситуация в городе остается напряженной. Многие жилые дома в результате обстрелов боевиков полностью или частично разрушены. Магазины не работают. Продуктовые наборы и теплые вещи военнослужащие вооруженных сил Украины и бойцы госслужбы по чрезвычайным ситуациям раздавали мирным жителям под обстрелом террористов. Напомню, ГОСЧС Украины за последние месяцы отправила на Донбасс 400 тонн гуманитарной помощи. Россия перебросила в оккупированный Крым 14 боевых самолетов. Истребители прибыли в аэропорт Бельбек из Краснодарского края. Всего там будет базироваться 24 военных самолета. Их задача, как говорят в российском Минобороне, обеспечить так называемые интересы безопасности федерации в регионе. Ранее Бельбек был гражданским аэропортом и принимал чартерные лайнеры. В НАТО тем временем критично отреагировали на милитаризацию Крыма. Главнокомандующий войсками альянса Филипп Бридлов заявил, что Россия подрывает безопасность всего Черноморского региона. США начали перебрасывать танки в европейские страны. С таким заявлением выступил генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он отметил, что это произойдет в рамках операции по обеспечению безопасности стран Балтии и Польши. Всего собираются перебросить 150 танков. В Европу уже прибыли 50 единиц бронетехники. Оставшиеся 100 единиц боевых машин пехоты будут отправлены в Германию. В каких именно странах Восточной Европы будут размещены машины, руководство НАТО решит позже. Эксперты утверждают, что такие действия со стороны США и НАТО могут быть вызваны агрессией России, которая в последнее время начала открыто угрожать применением атомного оружия. Канцлер Германии считает, что Россия нарушает мир в Европе. Выступая в Бундестаге, Ангела Меркель резко осудила действия Кремля в Украине. Она отметила, что у аннексии Крыма нет никаких оправданий. Вместе с тем Меркель признала, что для урегулирования кризиса в Украине нужно запастись терпением. Реакция Путина не заставила себя ждать. Политик тут же ответил, что Россия якобы никому не угрожает. При этом заявила о так называемом намерении защитить безопасность своих союзников. Напомню, Россия, в отношении которой ввели санкции из оккупации Крыма, до сих пор отрицает свое участие в конфликте на востоке Украины. Россию угрожает всему мировому порядку. Я вижу в лице Путина агрессора. Я искренне надеюсь, что у правительства Украины хватит терпения, чтобы разрешить этот конфликт мирным путем. Новый антирекорд рубля российской валюты упала до трехнедельного минимума. Сегодня за доллар дают 47 рублей 59 копеек. За евро более 60 рублей. Эксперты предполагают, что резкое падение курса обусловлено снижением цен на нефть, которое произошло в преддверии саммита Организации стран-экспортеров. Нефть дешевеет за счет ожиданий рынка, что ОПЕК не снизит добычу на сегодняшнем совещании. Несколько стран накануне, в том числе и лидер картеля Саудовской Аравии, сообщили, что не будут предлагать подобных мер. Эксперты уверены, что кроме падения цен на нефть, на курс рубля существенное влияние оказывают и западные санкции. И пока на этом все, еще увидимся, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин